Самый основополагающий фактор веры компании, как оказывается, это продавец. Продавец всегда является носителем информации о компании. И клиент, а мы сейчас в данном случае говорим о клиенте, да? Когда клиент думает о компании, он всегда смотрит на продавца. И через продавца воспринимает эту веру. Вот такая вот интересная очень история была на последнем тренинге, который я проходил у Брайана Трейси. Он рассказал так, что один раз он захотел избавиться от своего ребенка, который ему надоел. Ну, как бы, вот он на время. Он захотел посидеть, отдохнуть, а ребенок его постоянно дергал, папа-папа. Он подумал, чем бы его занять? Вы знаете, есть такие штуки, занимаешь ребенка, несколько часов ты свободен. Он увидел, что в одном журнале есть карта мира, там, как бы, страны всякие и все остальное. Ну, не мира даже, а какой-то определенной территории. И он взял эту карту, порвал ее на кусочки, да, как бы, и сказал своему ребенку, вот иди мне эту карту собери, да, тогда мы с тобой пойдем гулять. О, ребенок радостный, задание от папы, побежал собирать эту карту. Он думал, ну, теперь у меня пару часов-то точно есть. Представляете, собрать карту, да, как бы, не зная географии, ничего, практически просто невозможно. Вот, но ребенок приезжал через 10 минут и сказал, папа, вот, на, смотри, все, я собрал карту, пойдем гулять. Он говорит, ребенок, слушай, а как ты собрал эту карту? Он говорит, а ты знаешь, я посмотрел, на обратной стороне было лицо дяди. И я собрал лицо дяди. Понимаете? А там собралась карта. Вот так же и с верой в компанию. Клиент смотрит на вас, собирает вас, да, ваше лицо, а на обратной стороне собирается его мнение о компании. Продолжение следует...